Видеоадаптеры не стоят. Ну, конечно, стандартный графический адаптер. Позвонил, короче, знакомая, точнее, написал в Вайбере. Говорит, мне тут переделали компьютер, типа, ставили то ли винду новую, то ли ещё что-то. Вот, и так поставили, что, типа, у меня экран растянутый, и ничего не происходит. Ну, я говорю, давайте в Виверу подключим, сейчас посмотрим, чё и как. Ну, вот, смотрите, такие у неё ремонтники весёлые. Во-первых, Касперский засунули. Не знаю, лицензию, не лицензию. Лицензию продали, ага. Хотя, могли бы и не лицуху. Вполне. Точнее, положить бесплатный антивирус могли. Касперский фриз существует давно, и, как бы, целый год я его уже ставлю. Смотрите, драйвера под видеоху, сейчас будем искать. В принципе, всё остальное, слава богу, поставилось, стеухо поставилось и так далее. Ну, круто, да? Не поставили драйвера под видеокарту, стандартный графический адаптер стоит. Зато очень продали ей антивирус, явно платный. А вот Security Connection можно вырубить. Я не знаю, он там денег просит или не просит в платной версии. Но в бесплатном Касперском он денег просит. Дра-да-да-да-да-да, пропустить. Но, что, денег попросит или не попросит? Ага, ну хоть так, хоть у него VPN-ка будет. Это нужно, чтобы заходить на сайты, которые просто так не открываются. Ну ладно. Ой-ой-ой, TeamViewer отвалился. Надо ли это? Вопрос. Это они называют Security Connection, типа защищённое соединение. На самом деле это просто VPN через разные страны, чтобы заходить на сайты, которые заблочены в Рейфе. Ну ладно, не знаю, нужно это, не нужно. Давайте вырубим, пусть TeamViewer ещё раз переподключится. Уже напрямую, так просто будет быстрее работать. Так, для начала, что у неё за видеокарта? У меня уже был ролик на тему, как по айдишнику найти, видеоадаптер. Ну вот сейчас как раз ещё раз покажу. Смотрим. Сведения, айди оборудование. Вот он у нас айдишник наверху, мы его копируем. Потом открываем браузер и прямо сюда его засовываем. Весь этот айдишник. И смотрим, кто же это у нас есть. Драйвер пак, но мы его не будем качать. Rodeon HD 5700, всё. Теперь понятно, куда мы идём. Мы идём на сайт AMD. Драйвер и поддержка. Так, нам нужно, нам нужно, нам нужно драйверы центра загрузок. Я хочу ручками выбрать драйвер. Так как видеокарта у нас не самая последняя, то надо выбирать ручками. Потому что если я скачаю просто последние драйвера, они могут не поддерживать старую видеокарту. HD 5700, вот пятая серия. Так, винда, посмотрим, что они там поставили. Винда 64 бита, отлично. В памяти добавили восьмёрочка, чудесно. Семёрка, 64 бита. Покажите нам. Даже не знаю, что выбрать. Ну вот, дата релиза Crimson Edition Beta 0103 2016 свежее, чем 29 седьмой. Так что, наверное, Crimson Edition возьму. 313 мегабайт. Так, куда-нибудь загрузочки положим. Сохранить. Чуденька 5 минут качаться, интернет более-менее. Так, теперь нам эту Windows надо немножко ускорить и облагородить. Допонятные параметры системы. Быстродействие. Так, здесь наилучшее быстродействие тыкаем. Потом используем стили. Сглаживать неровности шрифтов. Отбрасываем тени и значками на рабочем столе. Иногда, когда яркая картинка, если теней нету, то значки начинают сливаться с фоном. С рабочим. Так, стили нам тоже нужны. Неровности шрифтов. Честно говоря, на глаз я это не очень различаю. Но некоторые пользователи различают. И вот им это принципиально. Поэтому я стараюсь там тоже галочку вставить. Так, дальше. Загрузка и восстановление. Здесь в принципе... Ну, можно вот это поменять. 30 секунд оно нафиг не надо. Там можно 8 секунд поставить. Тоже можно все убрать. Это тоже все не надо. Окей. Так, защита системы. Блин, ну тут как бы сказать, если комп не очень резвый. Не знаю. На моей памяти просто защита системы, она чем занимается? Она сохраняет версии файлов и папок, которые вы меняете. В основном системные файлы. И если у вас какие-то проблемы с ним возникают, теоретически все это можно откатить на пленную дату. Но, как правило, с этой штукой возникает больше проблем, чем она дает пользу. Потому что многие программы, устанавливаясь, копируют какие-то свои системные файлы и папки в Windows. И потом, когда Windows все это откатывает, программы такие, опа, за этими файликами лезут. Потому что программки-то сами все не откатываются. Откатываются только системные файлы в Windows. Программы за ними лезут и половина ничего не находят. Или не находят записи в реестре. То есть программа вообще лежит на диске, но она не знает, что она установлена в Windows. И Windows про нее ничего не знает. Получается куча всяких неприятностей в этом плане. И очень часто после откатов винда настолько портится, что ее приходится переустанавливать. Поэтому вот эту службу восстановления, я бы ее нафиг вырубил. Кстати, плюс мы экономим место на диске. Вот здесь внизу, здесь было зарезервировано 5 гигов под это дело. Все, все нафиг выключаем. Так, теперь я вот вижу тут еще обновление. Видите, появились доступные новые обновления. И эти новые обновления могут так наобновляться, что Windows потом начнет денег просить. Или случайно обновиться до Windows 10. Но, слава богу, эта эпидемия вроде уже прошла. Но на всякий случай мы это отключим. Идем в службы. Отключено. Остановить. Давай, 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 давай. Все, остановить. Закрыть. Все, да не надо нам ничего. Так, вот эти всякие паранойи windows'овские. Открываем центр поддержки. И тут вот такаем, чтобы он не вонял на эту тему больше. Не возмущался. Так, дальше. С этим вроде все. Что у нас там с драйверами? Скачались, не скачались? Ага, почти докачался процентов 60-70. Так, вот это с рабочего стола можно все поубирать. Из-за безопасных платежей кое-какие сайты бывает адекватно не работают. Поэтому интернет-секьюрити я не очень люблю. Предпочитаю бесплатного Касперского. Так, я еще люблю, когда мой компьютер охотится на рабочем столе. Поэтому сделаем его так. Отображать на рабочем столе. Вынесли его сюда. Плюс сортировочка. Как у нас тут вид. Вот эту галочку не будем ставить. Выровень за счет по сетке. Все отлично. Так, тебе веру. У нас где-то живет в уголочке. Циклинер зачем-то. Поставили. Я бы еще вообще до этого списка добавил бы опера. Еще бы Chrome поставил и Mozilla поставил. Так, корзинку можно почистить. Ну-ну-ну-ну. Давай-давай. Чистите уже. Окей. Ну, 3 гига уже что-то в корзинке валяется. 49 гигов в корзинке. Что-то круто как-то. Что-то много прям даже. Ну ладно. Почистили, значит, почистили. Так, что у нас по дискам? Диск C и диск D. Е. То есть, те, кто ставил, даже не удосужились дисковод поменять на другую буковку. Сие печально. Но пока у нас программа мало стоит, мы о том все можем сделать. Идем в управление дисками. Видите, у нас получается по-дурацки. C, потом D, потом E, потом H. Кто так назначал, непонятно. Люди, которые перестали, не озаботились. Так, C-шка у нас есть. Это у нас SSD-шник. Дальше у нас получается. Сейчас смотрим. Я не понял, ничего. Систему просто диск скрыли. Его как бы нету и все, что ли? Очень интересно. У нас есть E и есть H. А целого диска просто его нет. Просто нет буквы. Красавцы вообще. Да, ну гарно. Ладно. Тогда мы сейчас как-нибудь так сделаем. А у меня как раз она спрашивала, хозяйка компа, что у нее куда-то диск пропался, а там все ценные документы и все остальное. Оказывается, просто те, кто переустанавливал, не выдали букву диску. То есть у нас получается C, еще два раздела, а это вообще никакой. Я просто сейчас думаю, какую буковку назначить. Давайте из него D сделаем, а дивидером пусть вообще каким-то тиксом будет, чтобы он глаза никому не мозолил, пусть или Z пусть он в конце будет. Окей. И здесь тогда сейчас сделаем, изменим буковку, добавить и делаем как раз освободившийся D. Здесь мы его обзовем не новый том, а у нас будет E. У нас и есть E. C, D, E. Это у нас будет F. F. Да, 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 да. А что-то у нас разве использует? Я думаю, там еще ничего особо не стоит пока. Свежепереставленный комп. C, D, E, F. Не надо нам искать содержимое. Отказано в доступе. Очень интересно. Что ж с ним такое делали? Что он как бы есть, но его как бы нет. Ну, может, после перезагрузки, конечно, появится. Что-то странное с диском творится. Хотя здесь он говорит, что у него все хорошо. Ладно, перезагрузимся, там посмотрим. Так, еще я хочу сходить в панель управления к пользователям. Здесь делаем мелкие значки. Учетные записи и отключить паранойный ОАК. Потому что из-за этого тоже бывают разные косички. Когда Windows начинает паранойить и на каждый чик спрашивать подтверждение. Интересно все-таки, что такое произошло с этим. Сейчас попробуем снять задачку с эксплойера. То есть сам эксплойер отключить. И заново перезапустить. Может быть, он диск обнаружит, буковки заново расставит, раздаст диска. Новая задачка. Эксплойер. Потому что хотелось бы, конечно, ей диск найти потерянный. Так, корзинка пусть в углу живет. Нет, чуда не произошло. Он все равно не ругается. Очень странно. Ну ладно, в принципе, C у нас маленький. Еще такая полезная штука. Чтобы освободить место на диске C, можно файл подкачки перенести на другой диск. Сейчас посмотрим, сколько у нас места занимает. Раздел быстродействия. Дополнительно здесь есть изменить. Файл подкачки. Рекомендуется для нас гигов. Текущий размер 8 гигов. Ну, можно как-нибудь его раскидать. Например, размер по... Указать размер. Например, сделать 4000 на диске C, если там мало места. Сходный, максимальный. Но здесь не очень удобно показывать. И диск E у нас, например, здесь по выбору системы задать. И здесь тоже по выбору системы. Там места побольше. Пусть они там и болтаются на C. Мы только 4 гига укажем, чтобы он хоть какой-то оставался. Если вдруг с теми двумя дисками что-то случится, чтобы на C у нас все равно файл подкачки существовал. Хотя сейчас, в принципе, оперативной памяти много. Файл подкачки больших объемов не нужен. В общем, странно, что с дисками творится. Но сейчас драйвера под видео поставим, перезагрузимся и посмотрим, может он все-таки проявится. Либо придется гуглить, смотреть, в чем печалька и почему нет доступа к диску. Драйвер дисплей нам нужен. На аудиодрайверы с ними оставляем. Перекодировка, Resilience, Evolive Up. В принципе, здесь народ не играет. Я уберу это примочек от МДшки, который позволяет персонально настраивать драйвера под каждую игрушку. Просто странно, что с диском творится. Его будем какой-нибудь утилиткой поковырять, посмотреть, что с ним. Но здесь прям вообще у него все хорошо. Всегда доверять. Отключить. Это у нас что диск? Мы его не используем, по-моему. Пусть попробуют проверить. Может там тупо ошибки на диске и все. Все равно отказано в доступе. Очень странно. Ну что, в динамический преобразовать и обратно? Ну что же ему надо-то? Он, видимо, не это... Не дает мне... Там какое-то всплыло окно с вопросом. Он мне не дает ничего нажать и перезагрузить позже. Ну давайте сейчас попробуем. Видимо, опять имюверс с правами админа не запустили. Подождать. Ну вот видно, что драйверочки встали после перезагрузки. Так, теперь оказывается, касперского она сама поставила временного на 30 дней. Поэтому я его сейчас удалю и поставлю бесплатного касперского. Плюс security connection удалю. Так все это временно и на 30 дней больше потом не будет работать. Нет пока. Internet security даже. Ой, тут такой что-то набор. Diamond Tools. Зачем? Driver Pack Solution. Ну это, видимо, они драйвера ставили. А он, видимо, не все поставил. Отлично. Все удаляем целиком. Ну что, он нас теперь пустит на диск D. Ура! Он нас пустил на диск D. Круто. До этого не давал, видимо. Потому что TeamViewer не был с правами админа. Вот он так и вонял, и возмущался, и не пускал. Да что ж такое-то? Центр поддержки прям параноик. Все, отстань. Уже третий раз туда хожу. Так, что у нас? Касперский доудалялся? Нет? Отлично. Сейчас запустим еще разик Каспачо. 4200. Захожу на свой сайтик. Можно на официальный. Но отсюда быстрее получится. Вот он справа. Прям ссылочка к Касперске. Бесплатный. Тедем. Пошел на скачку. Так, старый доудалялся. Не, не перезагружаться. Но, наверное, он сейчас все равно нас попросит. Скажет предыдущий. Установка еще не была не завершена. Да, поэтому перезагрузитесь, пожалуйста. Так, тогда драйвер пак убьем. И Diamond Tools убьем. Там у них довольно кривой драйвер. Сейчас не знаю, как они справились или нет. Но проверять нет желания. Замена Virtual Clone Drives это... Фу-то. Замена Diamond Tools Lite это Virtual Clone Drive. Прям как это скарговор какой-то сказал. Сейчас выкачаем Virtual Clone. И пакет кодеков. Потому что здесь, по-моему, его нету. Толкландрайв. Не помню, я говорил эту шутку или нет на тему Икеи. Что если быстро прочитать название трех товаров из Икеи, то можно вызвать дьявола. Но он придет к вам в разобранном виде. Да, лот. А, вон оно там было. Virtual Clone Drive. Давай, давай, давай. Загрузки. Все туда. Если уж вообще не знаю, нужен, не нужен. Наверное, нужен что-нибудь с образа поставить. Пусть будет маленькая утилитка. Мы же открываем. Родные виды. Next, next. Окей. Так, доверять. Это он драйвер по ривода ставит виртуального. Менеджер браузеров, видать, прилетел вместе с драйвер пак Солюшн, через который умельцы ставили драйвера. Спасибо. Так что выкинем его. И вместо него я бы по-человечески поставил бы Chrome и еще что-нибудь. Но я рад, что диск, конечно, нашелся. Это просто чудесно. Так. Ставим Google Chrome. Вообще, я считаю, адекватных браузеров не так много. Это Google Chrome, Mozilla Firefox и Opera. А Яндекс это такой сильно видоизмененный Chrome. В принципе, я считаю, его можно считать отдельным браузером. У него есть какие-то свои фишки, плюшки, они переделали интерфейс. Все остальные подделки от Mail.ru, от Rambler, вот эти вот все, они ужасны. Просто там ничего нет замечательного. Амиго какой-нибудь его активно впаривают и пропихивают от Mail.ru. Чтобы вы пользовались Mail.ruшными сервисами, а у Mail.ru было для вас, по вам было больше статистики, что вы ищите, куда вы ходите. Потому что эти браузеры, они отправляют много всякой статистики в компанию, которая их создала. Для этого, собственно, они и делались, чтобы понять, что хотят пользователи и что они в интернете делают. Так, установить Google Chrome. Качество браузера, по-моему, не надо. Вот статистику, не надо. Окей. Сохранить. Я не против, если я ставлю браузер, он мне нравится, и пусть он отправляет новую статистику. Но когда тот же Амиго активно впаривают по-тихому со всякими программками, игрушками, где не убираешь галочку, он принудительно устанавливается, становится браузером по умолчанию. Поиск в нем обязательно Mail.ru. Короче, такого свинства я не приемлю. Мне оно не нравится. Так, и еще у нас Mozilla. Mozilla Firefox. Видите, тут кто-то рекламится по-хитрому, по-тихому. FreeSop PC 1.ru. Раскручивает какой-то сайтик. И с поиском Яндекса нам не надо. Этот Mozilla лежит у Яндекса на сайте. Хотя, кому нравится поиск от Яндекса в Мозиле, по умолчанию, может ее поставить. А так, вот идем в Mozilla Russia. Выкачиваем оттуда. Благо, интернет позволяет. Еще классный браузер Vivaldi, но пока его не допилили до конца, чтобы он адекватно открывал все сайты. На многих сайтах кое-чего в нем не работает, поэтому я его использую как дополнительный, но в нем все фишки старой оперы. Так что, если вы фанат старой оперы, то можете попробовать Vivaldi, вам понравится. Так, что у нас там с хромчиком? Хромчик поставился. Вот как они упорно все пытаются по умолчанию встать. Не надо нам быть по умолчанию. Все, поставился, молодец. Пока там Mozilla качается, чтобы не быть голословным, покажу вам Vivaldi. Ну, не сам браузер, а хотя бы откуда скачать. Сойдете, скачаете, поставите. Вот так вот он выглядит. Это браузер от разработчиков старой оперы, которые потом, ну, как сказать, не сошлись взглядами с разработчиками новой оперы и ушли оттуда. Решили замутить свой, так сказать, лунопарк с блэк-жеком и танцовщицами. Та-дам! Где оно? Жду, не дождусь. О, Mozilla, Mozilla, поползло, полезло, отлично. Все, чудненько. Еще один браузер есть. Vivaldi есть. И смотрите, еще какая фишка. Это по поводу того, как можно почистить диск C. Я хотел снять отдельный ролик, но могу здесь в куче показать. Что можно убрать с диска C? Я помню, мы мучились с файлами подкачки. У нас есть Rd. Смотрите, он практически пустой. Даже не практически, а вообще пустой. Там, помню, ничего нет. Блин, вот 17 гигов чего-то занято. А чего на нем занято? Вопрос. Может, просто ошибки на диске? Мы его проверяли, диск DETA? Ну, вообще попробуем проверить. Может, он там проверить на ошибки? Еще что-то там свободное место подправит. Извините, что так метаюсь. Как бы мысли то одни, то вторые появляются. Ну, давай, давай, проверься. Сейчас покажу, как можно уменьшить нагрузку на диск C. То есть, очистить, чтобы там было побольше места. О, сделал изменение файла в системе. Значит, это какие-то там ошибки присутствовали. Все, закончили. Так, нажимаем Alt. Сервис, параметры папок, вид. Во-первых, там, как сказать, хозяйка кампа девушка продвинутая, поэтому мы показываем скрытые файлы папки, расширение, и защищенные системные, и покажем. Как бы все, все покажем, чтобы все было видно. Во, смотрите, сколько у нас тут всякой разной радости. Какие-то загрузочные хозяйства, все. Хотя, блин, сложный, конечно, вопрос. А, 14-й год, 17-й. Блин, вот это, кстати, плохо. Вот это плохо, потому что, потому что, смотрите, что произошло. Это в плане некачественных ремонтников. Почему меня это насторожило? Видите, дата 11.02, то есть 2017-го, то есть прям свежачок. И Boot Manager тоже свеженький, 11.02.2017. Папка с файлами Boot. Это, на самом деле, этот раздел должен был откуситься от диска C. Сейчас покажу. Смотрите, обычно Windows перед установкой откусывает себе разделчик. Там мегабайт на 300-400. Вот здесь, на основном диске, с которого идет сама загрузка. И здесь вначале системный раздел тусуется, в котором лежит загрузчик. И этот загрузчик потом подхватывает уже Windows из следующего раздела. И, соответственно, этот маленький разделчик, его не видно нигде в системе. Здесь умельцы, когда ставили Windows, я уж не знаю, как они так умудрились. Они не отключали, видимо, диски. И винда, когда решила что-то где-то делать, они тыкнули, что сделать системный раздел вот здесь. И сейчас, смотрите, получается, у нее Windows стоит на C, а загрузочная область находится на диске D. То есть физически на другом диске. То есть это вот 120-ка, а это 500-ка. То есть если у нее отваливается вот эта 500-ка, то Windows уже перестает грузиться. Это как бы косяк. Очень даже. И сейчас что с этим делать, непонятно. Потому что, по сути, тут винду надо переставлять. Я, конечно, оставлю как есть, потому что человек далеко от меня. Но по-хорошему, по-хорошему, так не делается. Это вот в плане... Не хочется ругаться на людей, но криво сделали, криво. И сейчас, получается, у нас системные загрузочные файлы находятся на D. И еще этот диск Windows правильно сделал скрытым системным, потому что он должен быть 500 мегабайт. А он у нас, блин, 500 гигов. И я не знаю, если я сейчас... Я теоретически, есть такие мысли. Взять вот этот раздел 500, ее сейчас уменьшить. Оставить системный кусочек маленький, там, на сколько, 500 мегабайт. А все остальное сделать отдельный раздел и им пользоваться. А вот этот диск D, буковку с него снять, чтобы его не тронули и ничего на нем лишнего не стерли. Но косяк в том, что я не знаю, загрузится ли система, если я сейчас вот этот раздел целиком, ну, как бы уменьшу и найдется ли она там при следующем старте системы. Так как я на удаленке, я не могу физически приехать к компу. Не хотелось бы что-нибудь испортить, чтобы это все потом не загрузилось. Вот. Такая печалька. Непонятно, что с этим делать. Потому что это тоже мертвому припарки. То есть, это... Я буду устраивать костыли, вместо того, чтобы все это реанимировать, сделать по-человечески. Но это сейчас не в моих силах, я ей ситуацию объясню. Вот. И походу они еще и диски затерли с данными, потому что она говорила, что у нее пропал один диск, а на нем у нее была вся работа. Это потому, что при установке винды... Windows сделал на пятисотке системный раздел. Затер ей все ценности и сделал его скрытым, соответственно. Не присваивал ему никакую буковку. Вот такая забавняшка. И диск, видимо, не очень хорошего качества, потому что он периодически не видится в системе при загрузке. Она тоже на это жаловалась. Эх-х-х, горе-ремонтники, что же с ними делать-то? Ну, тут только все сделать скрытым, чтобы ничего не испортили, не удалили лишний файл какие-то. Тогда скрывать защищенные системные. Вот так вот. В принципе, тут больше ничего не осталось. Окей, на. Я ей предложу, конечно, если работа ценная, попробовать этот диск вообще извлечь и попытаться с него вытащить данные отдельно. Ну, если не ценная, тогда как бы все останется как есть. В общем, ситуацию я и обрисую. Так, эти я переменую в порядке очереди, чтобы они выглядели красиво. Но это надо было умудриться. Это как вот... Испортить нормальную вещь. А всего-то нужно было, в системе стояло несколько дисков, нужно было взять SSD-шку, туда поставить Windows, и эту SSD-шку поставить ей в комп. И чтобы Windows с ней начался грузиться с этой SSD-шки. Все. Люди убили ей жесткие, затерли данные. 500 гигов ей потеряли просто в системе. Вот. И Windows поставили с загрузчиком на другом диске. Красавцы. Просто 5 баллов. Слов нет. Ах, все печально. Что у нас там по графику? Касперский. Free. А, у нас есть в загрузках, так что зря, наверное, его набираю. Сейчас уходим в загрузочки. Запустим его. Хотя, блин, не знаю, можно ли это аккуратно перенести будет. Да, а, блин, не перезагружались. Так, ладно, тогда у нас что там еще. Калайд Кодек Пак. Сейчас посмотрим. Управление, удаление программ. Что у них тут стоит? Акэмплеер поставили. Да нет в нем смысла. Лучше пакет кодеков поставить. И у Калайд там есть собственный плеер классный. Медиаплеер классик. Все открывает. Титры поддерживает. Звуковые дорожки поддерживает. Так, что еще надо для счастья? По-моему, у меня где-то на сайте он был. Сейчас посмотрим. Думаю, переименовывать сайт или нет. Может, ТОПРО142.pro обозвать. И никаких там сети-сервис не использовать. Калайд, Калайд. Вот он тут справа у нас. Посмотрим, если торрент-клиент стоит. Ага, стоит торрент-клиент. Окей, на. Тогда выкачиваем через него. Да, разрешить доступ. Еторрент. А там существует вообще такая папка Еторрент. Сейчас проверим. Еторрент. Ага, диски меняли. И ссылочки остались. Хорошо. Сейчас он загрузится. А вот эти вот штуки все можно остановить. Потому что если они раздаются долгое время, все это существенно подвешивает систему. Тратится много процессоров. Ресурс в процессе жрется раз. И плюс сеть забивается два. Очень много потоков. Браузеры медленнее открывают странички. Поэтому если у вас на раздаче вы сколько-то времени постояли. Или потом вы можете это отключить. Или если вы любите раздавать, тогда можете ставить просто на стоп. Или закрывать торрент-клиент, пока вы работаете. Потом как вы от компа уходите, запускаете его, он начинает заново раздавать. Давай, давай. Меди-плеер, да, да. Финиш. Ну все, нам в принципе только перезагрузиться и поставить бесплатный Касперский. Там в принципе ничего сложного у меня. Я его практически в каждом видео, наверное, ставлю по чистке компа. Так что я его, наверное, не буду снимать. Посмотрите у меня в других видео на канале. Оно все есть. Ну на сегодня это, наверное, все. Всем спасибо. А, нет. Я же обещал. Файл по скриптам. Тут с диском D я не знаю, что делать. Возможно, с него придется устанавливать данные. Поэтому я не хочу на него какие-то файлы сейчас копировать. Но просто покажу, как можно перенести ценное с диска C. Файл подкачки мы уже видели. Его можно утащить на любой другой диск. Дальше. Можно темповый файл перенести на другой диск. Он тоже здесь находится в параметрах. Сейчас помню где. Где-то тут профили пользователей нет. В переменных средах, по-моему. Да, переменные среды. Вот здесь вот просто берете, смотрите. Юзер профиль, апдата и так далее. Это все на диске C находится. Просто делаете изменить. Удаляете там все лишнее. Вот так вот. И пишите, например, D двоеточие. Окей, окей. И также для второй строчки то же самое. Сюда тоже изменяете. Тоже пишите D двоеточие. И у вас папка временных файлов будет лежать на другом диске. Это тоже, как бы многие программы, когда работают, они туда скидывают свои временные файлики. Соответственно, если он будет лежать на другом диске, у вас меньше места займется на C. Еще какой вариант. Чаще всего у пользователей больше всего данных хранится. Это мои документы, рабочий стол. Эти две папки, они находятся в пользователях. Соответственно, имя вашего пользователя. Здесь что-то вообще. Вот Сергей, да, видите, пользователь. И здесь его смотрите. Вот, смотрите, папочка загрузки. Туда все валится из браузеров. Видите, здесь уже прилично накопилось. Это вот я только драйвера покачал. Это берете правой кнопкой и тыкаете свой. Здесь есть расположение. Берете все это, стираете тоже и пишете любой вам нужный диск. Там E-downloads, D-downloads. Ну, какой-то другой диск, где больше места. Вот. Нажимаете применить, и он будет все эти данные копировать. Если у вас этих данных много, соответственно, вам придется подождать, пока он все скопирует. Также рабочий стол. То же самое. То же самое свойство. Расположение. Вот это все дело удаляете. И вписываете другой путь. Жмете применить, и он туда все переносит. Можете физически руками все отсюда выделить. Скопировать какую-то другую папку, а потом уже в свойствах здесь задать эту папку. Как, ну, как конечную. В расположении прописать эту папочку. Вот. Собственно, и все. И вы переносите, например, загрузки, изображения. Если у вас что-то много видео в моей видеозаписи, мои документы и рабочий стол. Основной набор. Вы куда-то в другую папку на другом диске переносите, и C у вас освобождается. По крайней мере, у вас на C, ну, он так быстро не растет, не заполняется данными. Там и темп вы переносите, и службу восстановления системы вы отключаете, и файл подкачки вы переносите на другой диск, и все. И C у вас маленький и красивый. По сути, там место будет, ну, от Windows 7-ка, 8-ка, там будет у вас сколько, гигов 50 занимать, и все. Ну, и ваши программки, которые C программ файл состоят. Это когда у вас диск C, и SSD-шка, он очень маленький, и каким образом можно его уменьшить на него нагрузку и объем данных, которые на нем есть. Вот теперь точно на сегодня все. Надеюсь, мое видео вам понравилось. Всем спасибо за просмотр. Пока. До новых встреч. Нормально. Нам тоже нормально. Хорошо. Сегодня вообще очень странный день. Человек, которому я хотела петь, не пришел. Человек, с которым я должна была петь, не пришел. Поэтому мне ничего не остается, как петь песню жизнеутверждающую. Мы пришли! Шагни босиком на песок африканского пляжа, на смуглую кожу пролей по золоту лучей. Пусть синей собакой у ног твоих маленьких ляжет, полна океана, носившая древний ковчег. И та же вода, что была над землей, и та же вода, что была над землей мезозоя, ждала тебя тысячу лет и нашла тебя тут. Есть люди, у них за душой ничего, кроме света. Их песни просты, как изгибы кокосовых пальм. Все глубже уходит вода, омывая планету. Ты будешь искать и однажды найдешь меня там.